По следам иркутской трагедии, омские полицейские изъяли из торговых павильонов 1200 бутылок водки, коньяка и спирта, а также больше 130 флаконов боярышника. Стражи порядка намерены проверить все места реализации спирта, содержащей продукции, в том числе и киоски Роспечати. Параллельно полицейские проведут разъяснительную работу с любителями употреблять дешевые суррогаты. Тему продолжит Юлия Боброва. Вот этот напиток считается самым продаваемым в России. Водка. Ее производят сотнями миллионов литров в год. Но по неофициальным данным, дешевые спиртосодержащие жидкости, например, настойка боярышника, лосьона, одеколоны, тоже пользуются спросом. Вот это все я вполне свободно купила в киоске Роспечати. Остановка общественного транспорта. Обычный газетный киоск. Вместе с полиграфией здесь на прилавках тройной одеколон, лосьон с экстрактом боярышника, дуба. Дайте, пожалуйста, настойку боярышника и тройной одеколон. Продавец требует паспорт. И не зря все прекрасно знают, что этими жидкостями никто не пользуется по прямому назначению. Во втором киоске паспорт не спрашивают, зато рассказывают, почему боярышник свободно продается на каждом шагу. А долго еще будут продавать в киосках? Сейчас же вроде как какие-то эти рыбы. Сейчас везде и в Иркутске все вернулось на места. У нас лицензии до косметических средств. Кто употребляет вам внутрь? Понятно. Боярышник пили, пьют и будут пить. Как правило, те ароматические присадки, которые присутствуют в этих жидкостях, в этой продукции, они, собственно, патологического эффекта не оказывают. Основной патологический эффект всегда оказывал и оказывает, и оказывает будет именно этиловый спирт. Его чрезмерное употребление. Конечно, так называемую боярку приобретают не только в газетных киосках, но и в небольших магазинах, тем более тех, что работают круглосуточно. Правда, после трагедии в Иркутске некоторые омские дельцы ушли, что называется, в тень. Полиция проводит рейды. Казалось бы, если ужесточить продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей, проблема исчезнет. Но нелегальный рынок алкоголя говорит об обратном. Тропы к некоторым точкам не зарастают годами. А предприниматели преследуют одну цель – заработать, закупая, например, вот на таких сайтах этикетки, тару и даже акцизные марки. Из незаконного оборота изъято более 310 тысяч бутылок алкогольной продукции. Подавляющее большинство изъятого алкоголя – крепкие спиртные напитки. Около 98% преступлений связаны с производством, хранением, перевозкой, либо сбытом товаров и продукций, не отвечающих требованиям безопасности. Эксперты считают, чтобы не нарваться на суррогат, выбирать нужно крупные сетевые магазины. Там, конечно, придется заплатить побольше, но цена практически всегда гарантирует качество. Пол-литровая бутылка коньяка, согласно ценникам Росалкоголь, регулирование просто не может стоить меньше 320 рублей. Шампанское – 164, а водка – не меньше 190 рублей. В общем, на алкоголе лучше не экономить. Юлия Боброва, Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.